Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Великий полководец. Причем великий не по израильским масштабам. Он был одним из крупнейших полководцев 20 века. Его операции до сих пор изучают в ведущих военных академиях великих держав. Очень крупный политический деятель. Парадоксальный и неожиданный. Потому что именно Шарон сложил блок ликуд из интеллектуалов русского происхождения, польских лавочников, марокканских, колхозников, машавников. Несколько раз за свою жизнь он физически спасал Израиль своим прорывом через Суэцкий канал на африканский берег его в 1973 году. Еще в некоторых ситуациях. Но вот если вспоминать старую поговорку о том, что если вам дают линованную бумагу, надо писать поперек, то это был как раз Шарон, который напрочь прекращал слышать, что ему говорил руководящий состав, политический, военный. Если видел, что впереди победа, и надо делать не то, что велят, а делать то, что надо. Пожалуй, единственная вещь в его жизни, которая была колоссальной ошибкой, под самый конец, незадолго до впадения в кому, это уход войск и поселенцев из сектора Газа. Одностороннее размежевание, которое дало власть там Хамасу, но этого Шарон уже не увидел. Вопрос к Зееву Ханину. Он у нас на прямой телефонной связи из Израиля. Каково отношение израильского общества к Ариэлю Шарону? Вам слово, Зеев. Ну, естественно, израильское общество, будучи чрезвычайно разнородным и идеологически расколотым, не имеет единого мнения ни по какому вопросу. Тем более, когда речь идет о такой яркой, парадоксальной, как заметил Евгений Яноч, фигуре, как Ариэль Шарон. Ну, в целом, мы можем сказать, что попытки каких-то политических, академических, профессиональных оценок его роли в израильской истории, они сводятся, может быть, к двум пакетам или к двум группам. Можно сказать, назвать шаронофилы или шаронофобами, да? Но люди, которые относились к нему более критично, чем та часть израильского населения, которая привыкла обожать Ариэля Шарона при любой погоде, вне зависимости от того, чтобы он сделал или не сделал. За исключением, как верно отметил тоже профессор Сатановский, последнего этапа его политической карьеры, с которой большинством израильтян, судя по всем опросам общественного мнения, этот шаг ухода из Северной Самарии, из сектора газа, оценивается сегодня однозначно негативно. Все эти последствия этого шага, о том, что благодаря этому в секторе газа образовался, образовался такой криминально-террористический анклав под очень сильным исламистским влиянием, под влиянием Ирана, и который, в общем, стал твоздармом для непрекращающихся атак на израильские города юга, а в последние годы иногда также и центра страны, пока, естественно, не было проведены те операции, которые, в общем-то, установили довольно четкие красные линии. Если бы уход из сектора газа принес те последствия, на которые рассчитывал Ариэль Шарон, то есть позволил бы выстроить в одностороннем порядке, если уж не получилось в результате переговоров, желаемые и защищаемые границы государства Израиля, то, может быть, Шарон и этот шаг бы оценивали так, как те шаги на поле военных действий на Южном фронте во время войны судного дня, его другие шаги во время, так сказать, многочисленных войн Израиля, в которых он принимал участие. Он принимал участие во всех войнах Израиля, начиная с войны за независимость, которые в результате рисковых операций, часто вопреки мнению или даже прямому приказу непосредственного или опосредованного начальства, в общем, приносили некоторые результаты, о последствиях которых историки и военные теоретики спорят, но, в общем, так сказать, чаще всего оцениваются из серии победителей и не судят. В плане тех шагов, которые он осуществил как премьер-министр, его последнего крупного политического шага, то есть тот самый уход из сектора Газа, из Северной Самарии, Шарон здесь однозначно не был победителем в долгосрочной перспективе. И поэтому этот шаг во многом смазал вот тот образ удачливого политика, гениального полководца, который, в общем, по-прежнему поддерживается очень многим. Так вот, делая общий вывод, можно сказать, что по поводу Ариэля Шарона в Израиле есть две противоположные точки зрения, в целом, если говорить. Часть действительно полагает, как вот только что озвучил Женя Сатановский, идею о том, что это гениальный политик, гениальный полководец, который видел шире, глубже, дальше, чем-то многие его современники, другие израильские историки, политические аналитики, исследователи, да и представители широкой общественности полагают, что Ариэль Шарон был гениальным, может быть, непревзойденным тактиком, но очень редко задумывался о том, какие дальние, может быть, даже среднесрочные стратегические последствия могут принести те или его военные или политические шаги. Он был человек, который решал проблемы в примере поступления, решал проблемы очень часто любой ценой, правда, старался сделать так, чтобы эту цену заплатили противники, а не его солдаты, не его граждане, за что еврейский народ ему чрезвычайно благодарен. И именно в этом смысле можно говорить, как и по любым другим моментам, по другим поводам нашей новейшей истории в Израиле, и по поводу Ариэля Шарона, и его роли нет единого мнения. — Вопрос к Виталию Портнику. Добрый вечер, Виталий. Как вы оцениваете вклад Ариэля Шарона в становление израильского государства? — Вы знаете, я думаю, что Ариэль Шарон, наряду с президентом Шиппином Пересом, это представитель вот того вот следующего поколения израильских государственников, которое до сих пор до фактически ухода Ариэля Шарона в политической сцене страны, оно определяло развитие государства. Вот с уходом Ариэля Шарона можно сказать, что эта эпоха прекратилась. Шимон Перес — единственный представитель этого поколения активно действующий. Это естественный процесс, я бы назвал его биологическим, но тем не менее необходимо сказать, что время людей, которые принимали вот такие далеко идущие, иногда приводящие к масштабным последствиям решения, они завершились, и Израиль стал обычным государством с обычной, весьма заурядной политической элитой. И я думаю, что мы прекрасно понимаем, что те премьер-министры Израиля, которые воздавляли страну после ухода Ариэля Шарона, они и близко не могли подойти даже не к масштабности тех задач, которые он решал, а к готовности пойти на те, иногда очень противоречивые, иногда сложные, о чем говорили мои собеседники, шаги, которые предпринимал Ариэль Шарон. И в этом, я думаю, существует гораздо большая опасность для будущего развития израильского государства, чем те опасности, которые были связаны со временем пребывания таких людей, как Ариэль Шарон или его предшественники, такие как Давид Венгурион, Голдомир или Ливия Школь, на политической сцене Израиля. Это для меня главная проблема. И, кстати, проблема эта создана во многом самими представителями старшего поколения, которые были столь сильны, столь энергичны, столь уверены в собственных силах, что буквально выжгли вокруг себя политическое поле, позволив прийти на него людям без реального стратегического мышления, да и тактического мышления зачастую, а людям, которые просто решают тюминутные задачи, связанные с узкопартийными или узкосекторальными интересами, что, по-моему, еще опаснее. Вот мы сейчас разговариваем с вами в эфире с людьми, которые во многом являются пленниками вот тех, вот я бы сказал, русскоязычных подходов к проблемам, которые отличают Израиль русскоязычный от того Израиля, который сформировался до советской алии, пришедшей в него и во многом изменившей политическую культуру страны и понимание тех проблем и задач, которые стоят перед еврейским государством. И надо сказать, что Ариэль Шарон был последним израильским политиком, который мог не оглядываться на эту советскость, во многом исказившую израильскую политическую сцену. Конечно, тут важно было бы, чтобы появился какой-то собеседник в нашей передаче, который говорил бы на еврите, а мы его переводили. Я совершенно уверен, что его оценки, которые он давал бы политической личности, Ариэль и Шарона, они отличались бы от тех оценок, которые даем мы, хотя это тоже зависит от того, какому лагерю он бы принадлежал, к правому или левому. Но для меня понятно и другое, что говорить однозначно, допустим, что вопрос выхода из газа был ошибкой для Ариэль и Шарона, это тоже сегодня нельзя, потому что пребывание в газе поселений и нахождение там постоянной специальных подразделений израильской армии, бригады Голландии с постоянными жертвами, отвлекало такие ресурсы израильского государства, которые несравнимы с нынешними ресурсами, отвлекаемыми на защиту севера от бомбардировок Хамаса. Ну и самое главное, образ. Мы ведь прекрасно понимаем, что вопрос палестинского государственного самоопределения значительно изменился после того, как палестинцы получили вместо двух администраций, вместо одной администрации две, администрацию западного берега и администрацию газы, что у Израиля появились реальные шансы, и он ими пользуется, стать геополитическим лидером в регионе именно потому, что нет никакой возможности стадать полноценное палестинское государство и добиться единства политических сил в автономии, потому что Хамас уже многие годы фактически сделал все возможное, чтобы Иудея, Самария или западный берег реки Иордан, они не были в государственном единстве с сектором газа. А для этого Хамас должен был получить газу, а для этого войска Израиля должны были бы из газа уйти. Вот эта вот демонстрация неспособности для Израиля, по моему мнению, означает гораздо больше, чем все те сиюминутные оценки, которые дают мои коллеги этому решению Ариэля Шарона. Спасибо, Виталий. Давайте вот Евгений хочет вам возразить. Виталий хотел и в Рита. Беседер Гаммур, Виталий, за холоймис, за лотов, за еш лорелити. В качестве бывшего руководителя еврейского информационного центра в Москве, то есть одного из руководителей советского сионистского подполья, позволю вам сообщить, что вы, к сожалению, не очень знаете Израиль и не очень разбираетесь в Шароне. Израильские, если это по-русски возможно, если вы хотите настоящего еврия, то вам это скажут в гораздо более жестких выражениях мои коллеги, в том числе господин Ханин. Потому что ничего более советского, чем все, что сказали вы сегодня, и сейчас я не слышал довольно давно. Извините, пожалуйста, я очень люблю вас как человека и специалиста. А если возвращаться к реалиям, израильский политический эстеблишмент, безусловно, провинциален. Ну, а каким он может еще быть? Израиль не Соединенные Штаты, Израиль не Советский Союз, не Великобритания, там нет Дизраэли, Примакова, Кистинджера. Эти люди занимались другими проблемами. Израильский политический эстеблишмент таков, как он есть. То есть, уж более провинциального человека, чем Перес или Бен-Гурион, предсдумать трудно. Не провинциальным там был Жаботинский, которого, как известно, до того, как Бен-Гурион ушел из жизни, даже хоронить в Израиле, и то не разрешали. Вот он был деятелем мирового масштаба. И вот этот провинциальный и советский, по-настоящему советский, большевистский эстеблишмент, потому что Шарон, конечно, был большевиком, вот в старом смысле этого слова, и создал эту страну, такой, как она была, хорошая или плохая. Побеждал, строил, ошибался, делал глупости много раз. Но в тот момент, как необходимо будет, чтобы в Израиле, в его будущих войнах или в его будущих работах с соседями, возник тот, кто заменит Шарона. Эти люди есть. И они, безусловно, сегодня среди тех, кто эмигрировал в Израиль из Советского Союза. Нравится это или не нравится. А вовсе не среди тех, кто переживает полузападную жвачку, которая так симпатична нашим либеральным политологам, не имеющая отношения к выживанию государства. Что касается... Завершив тем самым круг нашего фехтования, что касается, на самом деле, того, что Шарон сделал под конец жизни, то, поскольку так уж получилось, что мы, и я, и Ханин относимся к Израилю очень специфически. У меня там добрая половина родственников. В армии обороны Израиля у меня племянница офицером сегодня, мама. А Ханин там просто живет. Я боюсь, мы не можем отказаться от вот этой так ненравящейся коллеге Портникову советскости или русскости. Это надо забраться куда-нибудь в Гонконг и оттуда, с высокого небоскреба, посматривая презрительно на карту Ближнего Востока, давать советы насчет того, как им там воевать и как им там строить. Ну, так получилось, что у нас там в окопах свои, а у него нет, но я что могу сделать? Не удается дистанцироваться от ситуации. Газу Шарон готов был брать обратно. И он говорил об этом открыто. Он ее брал на протяжении своей жизни много раз. Вот он провел некоторый эксперимент по одностороннему размежеванию. Но если бы этот эксперимент не прошел, ну, он бы взял ее еще раз, какие проблемы. Было понятно, что переговоры исчерпали себя. В 99-м году, в мае 99-го года, Арафат обязался по соглашениям ОСЛО подписать финальный договор с Израилем и закончить на этом конфликт. Интифаду свою он начал исключительно для того, чтобы ничего не подписывать. За полгода до того, как началась интифада, до того, как Шарон задумал, исходя из своих внутрипартийных проблем, зайти на Храмовую гору перед журналистами, что было использовано Арафатом. Вот за полгода до этого в Шхеме с Аидом Кананом, палестинским аналитиком, мы обсуждали возможность потенциального конфликта между Израилем и палестинской национальной администрацией. Там все было расписано как по нотам. Была надежда на то, что будут десятки тысяч жертв. С палестинской стороны. И после этого западное сообщество вмешается, войдут миротворцы, как в Югославию. И вот под миротворцами дальше Арафат уже развернется. Именно этого не дал сделать Шарон. Но поскольку переговоры кончились, и мирный процесс, было ясно, что он умер, Шарон решил проэкспериментировать на поле односторонних шагов. И для начала оставить газу. Еще раз повторяю, как сегодня выяснилось, эта ошибка просто потому, что половина Израиля оказалась под ракетным обстрелом. Там не было никакой теории заговора. Давайте мы расколем палестинскую национальную администрацию, отдадим газу Хамасу. Чепуха. Уничтожить палестинскую национальную администрацию, хоть террористическую, хоть нет, можно за три дня. Для этого нужно, как известно, одна дивизия при поддержке авиации в секторе газа и две-три дивизии, не больше, из 20 с небольшим, которые есть у Израиля, на западном берегу. Но это не стояло в качестве задачи. Давайте спросим Александра Ивановича Шумилина, директора Центра анализа Близнеевосточных конфликтов. В чем, по вашему, причина высокого авторитета, Алиль Шарон, в мировой дипломатии и на международной арене. Вам слово, Александр Иванович. Спасибо. Все очень интересно говорили мои предшественники с разных сторон. Но действительно, образ Шарона настолько многогранен, что здесь есть о чем спорить, и эти споры будут продолжаться. Я вот только приведу результаты опроса в Израиле сегодняшнего опроса, по-моему, среди русскоязычных граждан Израиля, на сайте mignews.com. Там 70%, а может быть, сейчас уже и больше, считают Шарона героем Израиля. Вторая позиция опроса была сформулирована так. А с какими моментами ассоциируется у израильтян Шарон? Может быть, с Гуш-Катифом? То есть с выводом, как и будто Гуш-Катиф из газа, то есть вообще с эвакуацией из газа, 27% согласились с этой постановкой вопроса, что это наиболее, хоть и противоречивое, но значимое действие для них, для этих людей. И только 3% согласились с третьей позицией опроса, которая была сформулирована приблизительно так, я по памяти говорю, но это легко сейчас проверить, открыв сайт, не ассоциируется ли Шарон наибольшей степени с преступлениями в Сабре и Шатиле. 3%. Это, в общем, показательно. Действительно, Шарон свыше 70% израильтян, повторяю, русскоязычных, считает его героем. Героем за что? За то, что он всегда был одним из лидеров военной сферы, прежде всего. Практически во всех войнах, ну, может быть, в 48-49 он был не столь заметен, но уже начиная с 56-го года и дальше в 67-й, и особенно в 73-й год он был той самой фигурой, которая во многом определяла ситуацию в Израиле и, если угодно, судьбу Израиля. Я, например, очень необычным способом соприкоснулся вот с тем, что происходило в 73-м году, в октябре, находясь в Москве. Да, смешно. Я напомню, что тогда, в 73-м, в октябре, в Москве проходил так называемый Международный конгресс миролюбивых сил. Очень миролюбивых сил, на котором доминировали, конечно, самые прогрессивные деятели из арабских стран. И вот на ближневосточной секции обсуждал столько, практически, там были сотни, в основном, арабов, ну, несколько прогрессивных израильтян из компании Мейера Вильнера и Теуфика Туби. Это коммунисты, кто не помнит, подскажу. А в основном, не то, что в основном, а на 98-99 процентов зал был переполнен прогрессивными представителями арабских стран, которые ликовали, по карте следили за продвижениями сначала египетских, сирийских войск, и подсчитывали не то, что дни, а часы существования Израиля. И вот эту эйфорию прервал где-то на шестой день войны именно прорыв Ариэля Шарона с его бригадой на западный берег Суэцкого канала. И когда спустя уже несколько часов стало ясно, что перелом в войне произошел, и Израиль не просто спасен, но он победитель, победитель убедительный, победитель, перед которым начали преклоняться Соединенные Штаты, тот же самый Генри Киссинджер поспешил наводить порядок и не допустить танки Шарона до Каира. Не дай бог, во что это все может превратиться. Остановились на 101-м километре, начались переговоры, которые в конечном счете завершились тем самым Кэмп-Девицким миром. Но это я уже даю такую продленную перспективу того, ретроспективу, как это все происходило. Но эмоционально я, находясь вот на той самой сессии ближневосточной миролюбивых деятелей, в основном из арабских стран, почувствовал именно Арика Шарона, как он умыл всех, всю мировую общественность, антиизраильскую, и поставил в довольно сложное положение Соединенные Штаты вот этим своим прорывом, этим своим смелым шагом, который в тот момент еще не был известен как самостоятельное действие, как нарушение каких-то указаний правительства. Но факт именно таков, и для меня, как и для большинства израильтян русскоязычных, именно такие действия, а нечто подобное, но в другом масштабе было предпринято в 1967 году, хотя там совершенно другая ситуация, не будем ее упоминать, но он там тоже вышел на передний план боевых действий. Так что вот такие действия, прежде всего, во спасение Израиля, они не могут быть забыты. Но то, что касается газа, не хочу встревать в этот спор. Понятно, что это очень больной вопрос для израильтян, и то, что Шарон, будь он в полном здравии, в пятом, в шестом годах возможно не медлил бы с возвращением газа. Я в это охотно верю. Но эффект от этого шага, вы меня спросили про международный аспект, эффект в международном плане был колоссальным. Да и нам сейчас, допустим, в отличие от моего дорогого друга, коллеги Евгения, которое однозначно, решительно осуждает это, как большинство, может быть, израильтян, этот шаг и ту ситуацию, которая сложилась. И я полностью разделяю его мнение, но, будучи российским политологом, экспертом, призванным давать какой-то российский взгляд относительно, да, неправительственное, не дай бог, меня с этим не путайте, сегодня. Я, тем не менее, всегда упоминаю этот факт, как проявление стремления Израиля, его наиболее видных и популярных лидеров, генералов к миру, к миру, как этот факт вывода войск из газы. Кстати, сказать, на нем так сосредоточились негативно. То есть, понятна моя мысль о том, что это выгодный аргумент и по сей день, чтобы показать стремление Израиля к миру, хоть и это обернулось для израильтян, увы, чем, но именно это и должно работать в международном плане, в плане аргументации определенной позиции и объяснения происходящего. А теперь немножко другой аспект этой же проблемы. Понятна критика того, что происходит в Газии, это совсем под боком, но для севера Израиля под таким же боком находится юг Ливана, откуда войска были выведены в 2000 году и откуда Хезбалла постреливает, мягко говоря, и по сей день по Израилю, а сейчас грозится использовать достаточно продвинутые иранские ракеты по практически всем городам Израиля, как они утверждают, Хезбалла, Насрала, об этом говорит, нет города израильского, который бы не был под прицелом ракет Хезбаллы с юга Ливана. Вот почему-то вывод израильских войск оттуда, с юга Ливана в 2000 году вот так не осуждается, как это происходит в отношении газа. Евгений Сатановский обратил внимание на проблему Сабры и Шатилы, как по-вашему она сейчас трактуется? Я не разу обсуждал это с Шаруном, поэтому достаточно знаю его точку зрения. Понятно, что Сабра и Шатила это был предлог, повод для того, чтобы убрать Шарона из политики. И использовали его в первую очередь не арабские противники Шарона, а израильские левые. Давайте не забудем, что 1982 год, когда Шарон воевал в Ливане вместе с Рафаэлем Айтаном, Рафулем, который ни разу не воспринимался в качестве ответственного за Сабру и Шатилу, хотя он был точно таким же генералом, который точно так же командовал израильской армией. Но он был левым, он был от воды. Для левых Шарон тогда был создателем Ликуда. Ликуда, который в 1977 году взял власть и впервые привел к власти правое правительство, правительство Минахама Бегина. Шарон был одним из ключевых фигур в правом эстебешме и на он собрал Ликуд. На своем авторитете, в том числе на авторитете, полученном у солдат и офицеров в ходе войны Йом-Кипура. Когда люди уходили после этой войны с Синаи, не зря они говорили «Арик Мелек Исраэль», «Арик Царь Исраэля». Сабра и Шатила были местью христиан-маронитов за вырезанный палестинцами город Дамур, за убийство президента Жмаэля. Но это можно было использовать против правых и против Шарона. Это и использовали. Это вообще характерная черта политики Израиля. Когда вы смотрите на знаменитую фразу Гамаля Абдальнасера «Израиль – это меч в сердце арабского мира», но эту же фразу придумала палестинская компартия. Это известный ее автор. Это евреи, ультралевые, коммунисты, потом сгинувшие в сталинском «ГУЛАГе». Здесь то же самое. Сабра и Шатила были трагедией. Они были точно такой же трагедией, как расстрел ливанской артиллерии, ливанской армии, недавно лагеря беженцев Нахар-Аль-Барит, как все остальные уничтожения палестинских лагерей в Сирии или в Ираке. Это то же самое, что изгнание миллиона палестинцев после того, как они сдали Саддаму Хосейну Кувейт, в том числе абсолютно невиновных людей, из всех монархий Персидского залива, как черный сентябрь, резня палестинцев в Иордании, когда несколько десятков тысяч было уничтожено хошемитскими племенами. И вот об этом не вспоминает никто. Виноваты всегда израильтяне. Давайте Зееву Ханину зададим этот вопрос. Какие спорные моменты в политическом наследии Реля Шарона вы бы отметили, Зеев? Ну, может быть, я действительно продолжу тему Сабры и Шатилы. Может быть, если не поставить точку, точка на этой истории, наверное, нескоро будет поставлена. Просто привести некоторые факты в продолжение того, что говорил профессор Сатановский. Комиссия по расследованию истории Сабры и Шатилы, которая была назначена этраильским правительством, пришла к однозначному выводу о том, что Шарон не планировал и не был виновен в организации этой трагедии. Его обвинили в том, что он не сумел ее предотвратить. Та история о том, что Шарон, виновник этой трагедии, была распиражирована в те времена мировыми СМИ, ее источником является журналистское расследование, опубликованное в еженедельнике «Таймс». Шарон подал в суд на этот еженедельник и выиграл его, получив много-много миллионную компенсацию. Мало кто об этом знает. Так вот, но тем не менее, на сегодняшний день это уже никого совершенно не интересует. слово было сказано, дело сделано, этот образ намерт бы к нему прилип. И это, как я уже сказал, не интересует сегодня, правда, никого, точно так же, как никого почти не интересует в мире. История о том, что символ второй антифады, мальчик от Даура, якобы убит израильской армии, на самом деле то ли не убит, то ли был убит палестинским полицейским, но в том, что израильтяне в этом не виноваты, это уже никого не волнует. Так вот, если мы возвращаемся к последствиям политическим последствиям, я немножечко, так сказать, стесняюсь сейчас проявлять свой политический анализ, поскольку коллега Виталий сомневается, видимо, в моей квалификации, в отличие от руководителей у двух университетов, где я преподаю израильскую политику в Израиле. Ну так вот, если серьезно, то, говоря о его политическом наследии, нужно иметь, на мой взгляд, три момента. Первый момент, он, да, действительно был представителем того поколения израильских политиков, которые строили страну, харизматических лидеров, которые были революционерами, и именно революционеры, как известно, нужны любой нации, любому государству на начальном этапе его становления. Очень плохо, если революционеры продолжают дальше этим государством руководить, да, и процесс национального строительства превращается в перманентную революцию. На каком-то этапе нужно действительно более новое поколение лидеров, которые в состоянии решать ничуть не менее масштабные задачи, но уже не революционными методами. Скажем, то поколение, которое пришло после Бен-Гуриона, Шарона, представителем которого является действующий президент Шимон Перес, в общем-то, это было поколение людей, которые создали постиндустриальное общество в Израиле, израильский хай-тек, технологию, в том числе и военную, которая позволяет израильской армии сегодня противостоять любому противнику в регионе вместе или по отдельности превратила страну в интеллектуальную, экономическую, сельскохозяйственную, культурную, какую хотите, супердержаву, разумеется, в масштабах наших регионов, да и в некоторых оттеках, и в мировых масштабах, что в этом смысле, конечно, Ариэль Шаронтин принадлежит к тому поколению лидеров, которые управляли с помощью своей политической харизмы, тотальной уверенности в собственных силах, это буквально просто исходило от него. Я бы несколько раз с ним встречался, и как представитель русскоязычных интеллектуалов, попав в какую-то номенклатуру здесь, в этом смысле, так и просто в составе представителя Израильской академии, среди которой мой русский акцент в Иврите просто воспринимался как некий просто факт личной биографии, то есть не как русский израильтянин, а просто как израильтянин, преподаватель вуза. Так вот, Шарон полагал, что его, он относился к той группе израильских политических лидеров, которые полагали, что он знает лучше, чем все остальные, да, и поэтому просто вот положитесь на меня. Следующее, именно поэтому представители этого поколения полагали, что у них есть большее право на власть, чем у, может быть, других их соплеменников, других граждан страны. Сегодняшнее поколение попытка реализовать подобный подход в израильской политической системе было, предпринималось Шароном неоднократно в виде попытки построить то, что мы в Европе назвали бы, наверное, президентской, а в израильских условиях, немножечко кламзи, премьерской партии власти, да, то есть некой структурой, ядро которой является институт его личной власти. Сначала такой партии был Ликут, потом созданная Кадима, кстати, Ликут, одна из наиболее, это структура, густо замешанная как раз на той самой секторальности, да, которая, как коллеге Виталию кажется, противоречит политическому лидерству, модели политического лидера, лидерства Вария Вишаворга, но не об этом речь. Так вот, собственно говоря, его политическое наследие как раз заключается в том, что он раз за разом пытался построить вот такую вот партию власти, сосредоточив в ее руках такое количество политических ресурсов, что остальные структуры, они даже объединившись вместе, не могли бы бросить ей вызов. Второй момент его политического наследия, я бы сказал, является некая такая вот инновация, когда построенная им партия власти оказалась центристкой, не правой или левой, как принято в Израиле, с момента электорального переворота 1977 года, которому и сам Шарон вместе с Минафемом Бегином приложили руку, а вот партии, которые находились между ними, между левым и правым блоком, центристские партии так называемые, они в общем действительно были партией одной идеи, или партией одного лидера, не претендовавших на высший пост в исполнительной власти страны. Шарон сломал эту традицию, он построил центристскую партию, которая была сформирована на платформе одностороннего размежевания, то есть альтернативной, как левой идеей мир в обмен на территории, так и правой идеей мир в обмен на мир, заявив претензии на политическое лидерство и на то, чтобы управлять страной не одну, две каденции, как все в Израиле, партии центра, а на протяжении многих и многих лет. Сложно сказать, что было бы не уйди Шарон в кому, точно так же с этой партией. Сегодня она доживает свои последние дни и политическая система вернулась на круги своя. Точно так же сложно сказать, что было бы, если бы Шарон оставался у власти и увидев плоды рук своих, я имею в виду в данном случае разнижевания, вернулся бы он в газу или нет. Это вот тот единственный пункт, с которым я не согласен с Женей Сатановским. Я полагаю, что точно так же, как те, кто утверждает, что Рабин, если бы его не убил еврей, который таким образом хотел остановить мирный процесс, он бы, увидев, что на самом деле Арафат не партнер, то он отменил бы соглашение Ослы, вернулся бы в те самые районы, плотно населенные палестинскими арабами на западном берегу. так же ошибаются, как, на мой взгляд, ошибаются и те, которые полагают, что увидев, чем дело закончилось, Шарон вернулся бы в газу. Он вернулся бы в газу, но вряд ли остановил бы поселение и военные базы, точно так же, как это не сделал Бегин, уйдя из Синайского полуострова. Собственно, дело сделано. Были приняты шаги, а дальше израильских лидеров и Шарон, не исключение, судя по всему, вела бы малоконтролируемая логика событий. Вот этот, я думаю, существенный вывод мы можем сделать, оценивая политическое наследие Шарона. Давайте дадим слово Виталию Портникову. Какие вы видите тоже противоречивые последствия политической деятельности Ариэля Шарона? Виталий, вам слово. С уходом Ариэля Шарона еще 8 лет назад завершилась некая эпоха в израильской политике. Мы же не прощаемся с ним сегодня. Мы прощались с ним очень давно, после эпохи Ариэля Шарона было уже время Худа Ольмерта, уже было время Бенемина Нетаньяку. Все, кстати, что мои коллеги считают ошибками, можно было бы исправить или наоборот изменить в ту или иную сторону. Мы, кстати, хорошо помним, что с Худом Ольмертом была связана Ливанская война. И тогда тоже многие говорили о том, что если бы Шарон был премьер-министром, то события могли развиваться бы иначе. То есть это на самом деле разговор со слагательным наклонением о последствиях он не верен. Потому что мы на самом деле сейчас обсуждаем с вами всю эту программу не столько последствий, не столько Шарона, сколько оценки, которые ему дают. И меня, кстати, очень подражает, что мои коллеги, они воспринимают мою оценку политического мышления в Израиле как правую, левую и постсоветскую, как относящуюся к себе лично. Я не имел тут никого в виду, ни людей, которые говорят на иврите как на родном языке, ни на людей, которые выучили ивриты, живут в Израиле, ни на людей, которые выучили ивриты и живут в Москве и позволяют себе судить о израильской политической жизни со пломбом израильтян. Это их право. Важно же другое, мне кажется. Важно понять, что в оценке деятельности политического любого лидера должна отсутствовать та вот эта вот постсоветская или советская категоричность, которой как чумой, как проказой больны многие российские политологи, которые занимаются Ближним Востоком, или те люди, которые унесли с собой как песок на башмаках эту категоричность в песке Нигела. И я тут как раз приветствую эту уверенность, которая была проявлена господином Шемилиным и господином Хариным и те попытки объективизировать жизненный опыт господина Шарона, которые худо-бедно были проявлены господином Сатановским. Потому что я считаю, что именно в этой умеренности в оценках, именно в этих попытках уйти от того, вот я вот сказал, радикализма советского мышления, который никогда не позволяет говорить о последствиях как о реальности и заключается ошибочность любых мнений. Я не говорил о израильской провинциальной политической элите, кстати. Я считаю, что израильская политическая элита как раз и не была провинциальной в годы становления государства. Она, естественно, стала ей сейчас. Может быть, в этом заключалась мечта Давида Бенгуриона или Ариэля Шарона, чтобы израильские политики стали провинциальными, потому что благодаря деятельности таких лидеров, первого и второго поколения, отцов-основателей Израиля, исчезли угрозы, прямые угрозы его безопасности, которые были связаны с агрессией арабских стран, с противостоянием в арабском мире. Я не говорил о том, что Ариэль Шарон, уходя из Газы, предусматривал возможность появления там правительства Хамаса. Больше нет. Я говорил о том, что это стало следствием выхода из Газы, и для меня это не является отрицательным последствием, потому что я до сих пор уверен, и об этом говорили многие лидеры Израиля, что сама возможность управлять огромным количеством арабов и сместить таким образом еврейский характер Израиля в сторону бинационального государства с возможным преобладанием арабского населения, это уже опасность исторического характера, которая может ввести на нет все эти победы, которые были одержаны в первые десятилетия его существования. Я совершенно убежден и в том, что рано или поздно любая израильская власть будет вынуждена принимать радикальные решения, связанные с этим размежеванием. Шарон только подошел к этим решениям, подошел напористо, подошел, возможно, по-кавалерийски, так как он подходил к вопросам о строительстве поселений в тех или иных регионах западного берега реки Иордан и сектора Газа, который теперь, так или иначе, становится очень большой проблемой именно в вопросе о территориальном размежевании Израиля и палестинцев и создают проблемы с точки зрения безопасности и с точки зрения нахождения верного решения. Но этот кавалерийский подход я тоже не считаю таким уже ошибочным, потому что Шарон действовал в эпоху, когда по-другому было невозможно. Невозможно было иначе решать вопросы с поселениями в свое время и, возможно, очень трудно было решить по-другому вопрос о пребывании или непребывании в секторе Газа. Это даже не вопрос попыток оправдать Шарона. Я не считаю, что Шарон нуждается в нашем оправдании или неоправдании, потому что все то, что мы сможем понять о смысле его решений периода военной биографии, периода его политической деятельности, это задача не политологов и журналистов, это задача историков будущего, потому что это будет понятно только с точки зрения того Израиля и того нового Ближнего Востока, который, безусловно, рано или поздно возникнет именно благодаря тем усилиям, которые так или иначе были предприняты первым поколением поколением отцов-основателей и вторым поколением поколением их воспитанников. Ведь мы должны понимать очень простую вещь, что Шарон, по сути, как, предпочем, иискок Рабин, он был представителем того самого поколения израильских политиков, которые уже не сформировались в Галуте, не сформировались в Диаспоре, у которых не было опыта изгнания, которые воспринимали Израиль исключительно как свою единственную родину и которым больше не было что в этом Израиле получить или не получить. У них не было не то, что путей отступления, у них не было путей воспоминаний, которые так или иначе были у сионистских лидеров начального периода, которые все были пропитаны этой диаспоральной культурой, в том числе у великого сионистского лидера Владимира Жаботинского, который одновременно был русским писателем и союзником украинского националиста Симона Петлюры и человеком, восхищавшимся в свое время итальянским государством строительным опытом. То есть у него было очень много всего, что было связано с опытом европейской жизни. Спасибо, Виталий. Давайте дадим слово Евгению Сутановскому. Я с огромным интересом услышал Виталия Портникова сейчас, потому что я никогда не знал, что он не жил в Советском Союзе. Мне всегда казалось, что он не представлял у нас британскую или французскую аристократию или либеральный американский истеблишмент, а жил в той же самой стране, в которой жил я, профессор Ханин, и в которой когда-то родился Ариэль Шарум, который неплохо знал русский язык, поправлял своих переводчиков. Ну, наверное, я ошибся. Дело в том, что более советской страны, чем Израиль, на карте мира нет. Более социалистической. Мои друзья, которые эту страну строили, воевали за нее, шутя говорили, приехав сюда в первые дипломатические миссии в конце 80-х годов, что в Израиле 20 небольших политических партий, из них 20 коммунистических, а две просто об этом сами еще не знают. И в этом плане Шарон по ментальности своей был очень близок к тем людям, которые приехали в 90-е годы, в 2000-е годы. Собственно говоря, Ликут к власти в 90-х годах, к Адиму в 2000-х, в огромной мере привели вот те самые миллионы с небольшим, на самом деле миллион 300 тысяч, считая 70-е годы, и тех, кто приехал в Израиль из Советского Союза, которые голосовали по принципу национального патриотизма. Не за теории, не имеющие отношения к практике, а за что-то реальное, за то, чтобы государство осталось на карте. Алик Шарон был блестящим менеджером, мы не говорили об этом, но это очень важно подчеркнуть. Он был не только генералом. Его политическая карьера была фантасмагорическая, он был очень успешен, потому что министерства, куда он приходил, заполненные, как правило, левым политическим эстеблишментом, левыми чиновниками, относились к идее прихода Шарона, ну, крайне негативно. Я много раз это наблюдал. Когда он уходил из того или другого министерства, эти офисы были заполнены его пламенными сторонниками. Он был очень эффективным, вот не в сегодняшнем российском понимании, а в настоящем. Он был очень эффективным менеджером, вне зависимости от того, чем он занимался. И в этом качестве, наверное, сегодня с ним может сравниться, ну, разве что, Либерман. Я думаю, что наследие Шарона, конечно, неоднозначное. Безусловно, абсолютно прав доктор Ханин, говоря о том, что он был, скорее, гениальным тактиком, чем величайшим стратегом. Все правильно. Но это наследие великого человека, великого в своих достижениях, великого в своих ошибках. Александр Иванович, шумильный вопрос. Как, по-вашему, нуждается ли наследие Ариэля Шарона в осмыслении, в обобщении и в изучении? Вам слово. Любое наследие нуждается в осмыслении и изучении, особенно такое, как у Ариэля Шарона. И об этом как раз сегодня наша программа. Различные взгляды, различные углы. Но, вы знаете, вот буквально в последние минуты мне пришло в голову еще не осмысленное, но сравнение этого события, похорон Ариэля Шарона, церемонии похорон, того медийного резонанса, который это имеет во всем мире, с недавно прошедшими похоронами Энельсона Манделлы. И я вот пытаюсь провести параллели, при всем при том, что Манделла никогда не был военачальником и даже наоборот когда-то был террористом, за что понес вполне заслуженное наказание, может быть, часть того наказания, которое он провел, было заслуженным. Но резонанс был колоссальным. И кое-какие элементы сравнения напрашиваются сами собой. Манделла вывел Южную Африку в категорию стран мирового значения. Как знать, может быть, за последние два десятилетия именно Шарон тоже содействовал в значительной степени этому. И церемонию, которую мы наблюдали сегодня, во многом об этом говорит. Равно как и в случае с Манделлой те самые африканцы, некоторые из соседних с Южной Африки государств раздавали сладости по случаю, я условно беру в кавычках, радовались, по случаю его смерти, ибо полагали, что он воспрепятствовал торжеству черного расизма, желанного для этих людей. Точно так же сегодня некоторые палестинцы в Газии на западном берегу раздают сладости по случаю смерти Шарона. Какие-то параллели, которые говорят о значимости этих фигур, разных фигур, но вошедших в информационное пространство, и сыгравших свою роль в современном мире, в мире последних двух-трех десятилетий, здесь напрашиваются, хотя это абсолютно разные фигуры, но таково разнообразие этого самого информационного пространства, если угодно, таков разброс политический в мире в целом, где в последнее время сказываются те самые леватские тенденции, которым должны противостоять здоровые силы, и эти здоровые силы в основном проявляются, созревают именно в правом лагере, в той или иной стране, вот все это создает тот фон, на котором мы сегодня попрощались с Шароном, где бы мы ни находились, в Москве или в Иерусалиме, и мы должны отдать ему должное, и безусловно, будем еще долго осмыслять все, что происходило, и как бы поступил он в той или иной ситуации, и в этом смысле я бы консультировался с Евгением Сатановским и с Владимиром Ханином, которые его знали, и при первой же возможности я это сделаю, принимая во внимание все их оценки и особенности подходов к той или иной ситуации, все это чрезвычайно важно, кстати, сказать, Шарон был в весьма основательном почете в Москве в последние годы Ельцина и практически во все каденции Путина, это тоже знаменательно. Спасибо, Александр Иванович, давайте Евгений Сатановский обобщить нашу дискуссию. Есть одна вещь, о которой мы не сказали, она важна, это Шарон и арабы. Шарон был первым премьер-министром, который ввел в израильское правительство заместителем министра араба. Шарон был человеком, которого обожали его десантники, друзы, его разведчики, бедуины, его офицеры, арабы-христиане. Шарон не делил людей, как это ни парадоксально, на арабов и евреев. Для него были просто свои и враги. И те, кто был свои, при том, что он был патриот еврейского государства. И строили это государство рядом с ним, и воевали рядом с ним в армии. Замечательно, он их защищал, он их продвигал, он выдвигал их на генеральские должности. И в этом качестве, я знаю Шарона и отношения к нему Хосни Мубарака, который воевал с ним в 73-м году. Я знаю Шарона и отношения его с королем Хусейном, с которым он встречался до дипломатических отношений. Он был человеком региона, он был равным им. И вот за это его уважали. Большое спасибо вам всем за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что сегодня мы обсуждали личность Реэля Шарона, который был похоронен в Израиле в присутствии высших государственных деятелей и высоких гостей из-за рубежа. В нашем разговоре участвовали Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, Виталий Портников, образователь Радио Свобода, Зеев Ханин, профессор университета Барри Илана и Александр Шумилин, директор Центра анализа президента сочных конфликтов Института США и Канады и Российской Академии Наук. На Волоке Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Шкильман. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова